На календаре январь и многим садоводам-огородникам уже просто руки чешутся чего-нибудь посадить, посеять, вырастить, душа тянется к зелени. А за окном зима. Какие же культуры можно и нужно сеять как можно раньше, даже в январе? Во-первых, это те культуры, которые сходят очень долго. Это в первую очередь наш любимый сельдерей – корневой и черешковый. Как и все зонтичные, сельдерей всходит очень туго. Две-три недели – это норма. А если мы, не дай бог, пересушили почву или семена в пакетике оказались сами по себе пересушены, то еще дольше. Поэтому сельдерей мы сеем одним из первых. А семена вербены и лаванды вообще хорошо всходят только после стратификации в холодных условиях. После того, как они хорошенько полежали набухшими в холодильнике, всходы получаются ровными, бодрыми и дружными. Поэтому, чтобы к моменту высадки в сад уже иметь хорошее растение, их семена приходится замачивать, стратифицировать и высевать как можно раньше. Во-вторых, это культуры, которым для развития от момента всходов до начала цветения или плодоношения требуется очень много времени. Это могут быть как овощные, так и декоративные. Например, мало кто знает, что такой красавицы, как аустома, для того, чтобы зацвести, нужно целых пять месяцев от момента всходов. Вот и считайте, когда нам нужно сеять этот цветок, чтобы получить красивый куст, красивое цветение, не в конце августа-сентября, когда у нас уже заморозки, а как можно раньше, чтобы наслаждаться ее действительно царственным видом весь летний сезон. И, конечно же, это земляника. Земляника ремонтантная и земляника садовая. Мы ее все очень любим, сеем, выращиваем, но когда мы ее сеем, как прописано, в марте, в апреле месяце, а то и в мае, то цветение может наступить только в конце сезона, а то и позже. Но нам же хочется получить ягодки уже сейчас, как можно раньше. Поэтому сеем ее сейчас, и тогда уже в мае мы будем иметь не два-три листочка рассаду, а хорошо развитые растения, возможно, даже с цветочками. Главное, не забыть ее распикировать в состоянии первых настоящих листиков. И тогда, к моменту высадки в открытый грунт на свою грядку, это будут уже полноценные растения, которые зацветут в конце мая, а первую ягоду вы можете увидеть в конце июня, начале июля. И кусты получаются реально очень мощные, хорошо развитые. Фактически вы экономите целый год. И, наконец, самый широкий спектр, третья группа растений, которые можно высаживать пораньше, в январе-феврале месяце, это посленовые. Это поздние сорта перцев, баклажан и наших любимых помидорок. Дело в том, что многие из них не могут реализовать полностью свой потенциал урожайности, если выращиваются традиционно, с высевом рассада где-нибудь в марте месяце. Получается, у них еще есть большой запас цветков, но на дворе сентябрь, октябрь и заморозки. И мы не получили всего того, что они могли бы нам додать. Поэтому высеваем их заблаговременно. И уже к моменту высадки их в теплице или в открытый грунт, это будут полноценные растения и, возможно, уже даже с заложенными бутонами. Также вместе с баклажанами, с перцами нужно высевать на рассаду такой изысканный овощ французский. Это лук-порей. Особенно поздние сорта, средне-поздние, которых у нас большинство. Для того, чтобы получить хорошую ножку, хорошую толстую ножку этого лука, посеять его нужно как можно раньше и успеть, кстати, распикировать их в отдельные горшочки, либо в кассеты. И тогда у вас будет действительно достойный прямо выставочный образец лука. Ну и вместе с ним высевают вот такие отборные особые сорта лука, например, Эксибишн, которому нужно очень много времени для того, чтобы из семечка чернушки выросла вот такая выставочная красавица-луковица. И, наконец, в январе можно высевать на рассаду семена таких цветов, как петунии, вербена, гвоздика шабо, дельфиниум, пеларгония зональная, лабелия, бальзамин и прочее. Этим цветам нужно много времени, чтобы развить хорошую розетку. А ведь нам хочется, чтобы как можно раньше наш сад стал цветущим. И если вы сделаете это уже сейчас и будете хорошо ухаживать за своими растениями, то гарантированно к маю месяцу у вас будет не маленькие 3-4 листочка рассада, а хорошо сформированные пышные кустики с бутонами, а может быть даже и с цветками. И, кстати, маленький секрет. Семена гибридных петуний и пеларгоний обычно довольно дорого стоят. И мы не можем позволить себе купить весь спектр, который нам предлагают. Но если мы посеем их как можно раньше, то где-нибудь в марте-апреле месяце это будет уже неплохо развитый кустик. И мы можем его почеренковать. Дело в том, что петунии прекрасно размножаются черенкованием побегов. Про то, что пеларгонии размножаются черенкованием, пожалуй, знают все. Петунии тоже. И посадив буквально один пакетик смеси какой-нибудь махровой красавицы супербиссимы, мы к концу весны будем иметь свою собственную абсолютно бесплатную рассаду. Имейте в виду. А еще в январе, а также в феврале, в марте, апреле месяце можно и нужно сеять микрозелень. Это очень важно в период, когда разгорается авитаминоз и нужно так поддержать наши силы. Купить семена, все эти и не только, можно в нашем интернет-магазине Процветок. Ну и, конечно же, помните, что без досветки, без хорошей фитолампы мы не сможем в этот период вырастить хорошую рассаду. Поэтому, прежде чем сажать наши любимые баклажаны, приобретите себе хорошую фитолампу. А чтобы растения хорошо развивались, не забудьте поливать их раствором Профит Энергия Роста с триходермой. Это не только защитит растения от черной ножки, но и поможет сформировать им здоровую, мощную корневую систему. Залог здоровья растений, пышного цветения и хороших урожаев в будущем. Кстати, хорошая новость для всех любителей и почитателей биопрепаратов. Теперь наши препараты Профит можно приобрести и на Вайтберрис. Ссылка в описании к нашему ролику. И это главная гарантия того, что вы всегда сможете купить действительно настоящий препарат. Это гарантия качества. С вами была Юлия. Процветания вам!